Магадан Количество выпавших в Магадане за последнюю неделю осадков равно приблизительно двухмесячной норме. Специалистами Галуда и комбината зеленого хозяйства в первую очередь были приняты меры по расчистке городских дорог, тротуаров и участков, прилегающих к мусорным площадкам, а также подъезды к экстренным службам города. На втором этапе активная работа по уборке снега продолжилась вокруг социально значимых объектов. Сегодня глава областного центра Юрий Гришан проверил работу всех подразделений, отвечающих за расчистку города от снега, выехав на участки работы каждой из организаций. В очень напряженном режиме работали и предприятия ГЛУД, и КЗХ. Я хочу сказать, что в целом они справились с задачей. В первые несколько часов было, конечно, тяжело, и действительно автобусы не выехали на линию, но к концу дня уже все было восстановлено, пешеходные зоны и переходы были расчищены. Сейчас уличная дорожная сеть города находится в удовлетворительном состоянии, уже, будем говорить, такую красоту наводят, расчищают в полный профиль. Вот мы сейчас находимся на улице Вострецова. Это одна из таких проблемных улиц. Она у нас достаточно узкая, здесь нельзя допускать, чтобы было заужение, потому что это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. И потому что сегодня в течение дня она будет проведена полностью в нормативном состоянии, ну и далее по плану по другим улицам города Магадан. На данный момент, по словам мэра города, самым резонансным остается вопрос расчистки дворовых территорий. На сегодняшний день очищено порядка 500 дворов. Мэрия города Магадана силами Галуда и Казыха активно помогает в этом управляющем организации. Во дворах в ближайшие 2-3 дня ситуация должна измениться в лучшую сторону. Всего на улицах Колымской столицы работает 62 единицы снегоуборочной техники. Сейчас производится работа по уборке уличной дорожной сети, это тротуары, выходы на пешеходные переходы. Активно производится уборка, расчистка и уборка снега с межквартальных проездов, не относящимся к дворовым территориям. Все сотрудники учреждения, вся техника, которая может быть задействована снегоочисткой, учреждением направляется как в первоочередные объекты для обеспечения транспортной и пешеходной доступности, так потом вторичная очистка, это расширение, вывоз снега, обработка противогололедными материалами. Помочь в ликвидации снежных сугробов может каждый автовладелец. Для этого необходимо внимательно отнестись к объявлениям, которые размещают управляющие компании. Тогда вы будете знать, в какое время машину не стоит парковать у дома. Специалисты рекомендуют оставлять под стеклом автомобиля номер сотового телефона для связи. В таком случае, даже если вы оставили автомобиль на обочине, и он будет препятствовать снегоуборочной технике, вас смогут своевременно уведомить об этом. Ярмарка здоровья прошла сегодня в молодежном центре. В акции приняли участие различные организации, которые предложили молодежи обширный спектр своих услуг. Товары для занятий спортом предложил торговый дом «Форвард». Волонтеры-медики обучали правилам оказания первой помощи всех желающих. Тренеры спорткомплекса «Территория спорта» вовлекли посетителей в игру «Бадминтон». Мы впервые на этом мероприятии, хотя на рынке в Магадане мы уже представлены два года. У нас современные движения, самые современные и новые для Магадана виды спорта. Мы представляем здесь теннис и бадминтон. Поэтому, так как у нас молодой коллектив и мы работаем с молодежью, мы здесь, мы всегда открыты, рассказываем, показываем, вовлекаем и надеемся, что мы нацелим наших людей на развитие спорта высших достижений и в ближайшее время будем видеть нашу молодежь на ведущих спортивных площадках нашей страны. По словам организаторов, молодежь зачастую не обращает внимания на незначительные проблемы со здоровьем. Предварительная диагностика и внимание к минимальным симптомам могут впоследствии предотвратить серьезные заболевания. Молодые люди, конечно, не очень любят поликлиники, очереди и вообще всю эту атмосферу, которая связана с такой больничной историей. И поэтому в свое время мы, когда обсуждали, это, кстати, была идея самих студентов, мы обсуждали, как, может быть, лучше, эффективнее обратить внимание студентов, школьников на то, что о своем здоровье нужно заботиться уже как бы сейчас. И вот как раз такой вариант был предложен, давайте мы в каком-то таком больше неформальном тусовочном варианте всех соберем. И как бы кому что-то интересно, тот туда и пойдет, и сделает, и посмотрит. Молодые люди имеют возможность не только проверить силу кисти, рост, вес, а также имеют возможность проверить зрение. Сотрудники Магаданского областного центра медицинской профилактики провели консультации, измеряли артериальное давление и делали анализ крови на сахар. Специалисты центра СПИД приглашали желающих на прохождение теста в лабораторию. Стоматологическая клиника «Дентист» и Центр эстетической медицины «Ева-клиник» предоставили юным магаданцам бесплатные консультации. В условиях карантинных ограничений мероприятие организовали посменно. На входе каждого участника обеспечили средствами защиты и дезинфекции. Волонтеры, театралы и математики. Более 200 воспитанников обучаются в социально-педагогическом центре в поселке Сокол. Возраст воспитанников от 4 до 18 лет. Есть и студенты, которые занимаются КВН. В учреждении представлены 10 объединений разной направленности. Сотрудники и ученики организации проводят много акций. Из-за ограничительных мер некоторые проводили в онлайн-формате. Очень хорошо популярны у нас проходят семейные мастер-классы и в онлайн-режиме, и в оффлайн-режиме. Все с удовольствием родители с детьми посещают. Часто проводим социальные акции. Например, одна из последних – это отношение молодежи к наркотикам. Сами подростки клуба «Мост» и объединения «Мост» готовили брошюры и буклеты. Сами разрабатывали дизайн. Еще одно популярное объединение в социальном центре – кукольный театр. Ребята от 7 до 12 лет вместе со своим педагогом ставят спектакли по разным сказкам. Дети не только играют, но и помогают в подготовке инвентаря. Сейчас юные актеры готовятся к новой постановке. Сейчас мы готовимся плотно к кукольному спектаклю «Три медведя и три поросенка». Воспитанников центра учат быстро считать в объединении ментальная арифметика. По словам специалистов, такие занятия не только помогают быстрее складывать и умножать, но и тренируют зрительную память, мышление и внимание. В объединении две группы. У нас две группы. Это старшая группа, это ребята 11-12 лет. У нас Андрюша один 7-летний, но он очень старается. И младшая группа есть в возрасте от 5 лет. Для малышей 5-6 лет проводят занятия по развитию мелкой моторики и коммуникативных навыков с помощью песка. Также у них развивается воображение. Педагоги рассказывают, что нужно научить ребят работать в команде. Чтобы они умели работать сообща, в команде, вместе. И также развиваем фантазию, воображение. По-третьему, работаем с песком. Для подростков есть отделение «Мост». Молодежь, общество, социум, труд. Это допрофессиональная подготовка школьников в области «Человек-человек». Большое внимание здесь уделяют волонтерству. На базе объединения работает добровольческий отряд «Творцы добра». Мы входим в состав городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана». Мы постоянно помогаем, оказываем помощь жителям нашего микрорайона. И детям, и взрослым, и пожилым людям. Дети развивают аналитическое мышление, навыки коммуникации, актерского мастерства и многое другое. Воспитанники рассказывают, что им нравится заниматься в социально-педагогическом центре, поскольку там можно развить свои таланты и способности. Мне особенно нравится, когда мы развиваем оба полушария, рисуем одинаковые или разные всякие узоры двумя сразу руками. Это очень развивает левое полушарие и правое. Мы волонтеры, мы все вместе помогаем людям. Мы разносим всякие продукты пожилым. Маленькие дети в наших творческих объединениях делают открытки пожилым, инвалидам. Мы их тоже так же разносим, сажаем цветы. 1 апреля стартовала городская акция «Марафон добрых дел», участие в которой принимает и социально-педагогический центр. Сотрудники и воспитанники собирают корм и медикаменты для животных из приюта. Кроме того, в учреждении работает так называемый вещевой фонд. Магаданцы приносят в центр детскую одежду, и любой нуждающийся может ее забрать. Сейчас активно идет подготовка к лету. На базе учреждения ежегодно проводят детский лагерь. В первой смене будет 55 человек, во второй – 40.